Я вас всех категорически приветствую! Меня зовут Владимир и вы на канале 90RetroGames, канал посвященный ретро-играм и всему что с этим связано. Недавно один из моих подписчиков к одному ролику написал, пожалуйста снимите видео как возможно добавить игры, чтобы они корректно отображались в аркад бокс. Что ж, с радостью покажу как это сделать, нам нужен раздел games и папка roms. В ней мы находим наш целевой каталог с консолью, пусть это будет мегадрайв. Смотрим что тут есть архивы с играми и каталог с картинками. У себя на компьютере находим игру, пусть это будет Battle City для SEGA. Смотрим какие у нас в архивах файлы, это MD. Значит нам нужно сделать zip архив с игрой с расширением файла MD. Переименовываем наш файл, бывают bin, gen и MD. Делаем MD, чтобы уж точно наверняка. При помощи любого архиватора запаковываем его в zip и помещаем этот архив в каталог на карту памяти. Копируем имя и в каталоге download images нам нужно создать файл картинки с таким же именем. Берем любую картинку png, копируем ее и задаем ей наше имя файла. Теперь можно скачать картинку в описании к одному моему ролику. Есть куча картинок, можно в интернете найти. Находим картинку какую-нибудь, не знаю, пусть будет вот такая. Мне вот такая вот такая поприкольней. Копируем картинку. Возвращаемся к нашей картинке в каталоге. Открываем ее, допустим, paint, чтобы изменить. Вставляем наше скопированное изображение. Ну я по-быстрому сделаю, главное же понять суть, да? Растягиваем, центрируем и собственно сохраняем. Все, у нас есть модифицированная картинка, у нас есть соответствующие файлы игры. Запускаем консольку, находим нашу добавленную игру. Она уже тут есть, но к сожалению без картинки. Ладно, пробуем, запускаем. Запускается, замечательно. Возвращаемся, смотрим соседнюю игру. У нее есть такая штука, через SELECT заходим в меню, как редактировать метаданные. И мы смотрим, что здесь есть изображение, которое содержит определенный путь. Заходим в нашу игру, также в метаданные. И видим, что никакое изображение не прописано. Значит нужно найти, где его прописать. Возвращаем карту памяти в компьютер. Копируем имя нашей игры. И смотрим, где она может быть гипотетически прописана. Ну, собственно, вот здесь. Открываем при помощи блокнота. Для удобства можно установить Notepad++. Удобнее будет смотреть эти файлы. И ищем в поиске нашу игру по имени. CTRL в поиск. Вот нашли. Замечательно. Смотрим по аналогии, как прописаны другие игры. Берем любую соседнюю. Смотрим, есть тут images.tag. Буквально на лету разбираюсь, записываю. Вот. Вот это нам нужно скопировать к себе. Где мы ее помещаем? После. После, после, после. Ну вот, допустим. Да, вполне возможно поместить сюда. Вставляем. Табуляцией подвигаем. Чтобы структура соответствовала, не нарушалась. Вот. И копируем наше имя. И вставляем ее. Где тут имя игры? Вставляем. Вот тут сразу хочу сказать, так как я разбирался онлайн, скажем так, вот здесь я допустил ошибку. Возможно, многие уже поняли, в чем эта ошибка. Включаем и видим, что у нас опять картинки нет. Заходим в редактировать метаданные и понимаем, что у нас картинка лежит в download images. А тут у нас еще какая-то непонятная вещь прописанная между каталогом и именем нашей картинки. Ну, собственно, исправляем это недоразумение. Вот теперь все должно быть правильно. Сохраняем. И сразу уже видим изменения на заднем плане. Вот. Собственно, если бы мы сразу в файле эту строчку правильно отредактировали, оно бы сразу тут появилось. Однако. Запоминанье и б'Moак Cut вопрос. Тамldра. Тамбранника и бредえ, стоит insign promote ourselves, от proud кто возьмите две недели две месяцы. Вот п2021. Альбранник? Вся 캐�arz.